До 24 февраля Валентина Довгаль работала воспитательницей в одном из детских садов в Мариуполе. В конце марта она эвакуировалась из города в ЕС, где и находится сейчас. Свою последнюю зарплату Валентина получила за март, хотя ей обещали начислять две трети отставки. Девушка рассказала, что с такой проблемой столкнулись многие. Те, кто остался в оккупированном Мариуполе, и те, кто выехал за пределы Украины. После оккупации Мариуполя в детском саду, где работала Валентина, назначили временно исполняющую обязанности заведующей, которая находится на подконтрольной Украине территории. Именно ей работники должны были сообщить, где они находятся – эвакуировались, либо остались в городе. И все, кто перебивает и на оккупированных территориях, я имею связь с девчатами, и те, кто выехал. Остальные выплаты были в квитре месяце. Это было за березень. До того, в лютому. Далее нас попросили написать заявку на отпуск с 1 линия. А в конце июня Валентине сообщили, что с ней и с остальными работниками детского сада будут приостанавливать трудовой договор якобы задним числом – 1 мая. На вопрос, выплатят ли долг по зарплате, никто не ответил. В такой ситуации оказалась не только Валентина. Мариупольчанка Алина работала практикующим психологом в заведении дошкольного образования номер 98. В середине марта она выехала сначала в Днепр, а потом за пределы Украины. Последнюю зарплату Алина получила 6 мая. Алина написала заявление об увольнении, но долг ей не выплатили. Воспитатель в инклюзивной группе детского сада 118 и психолог Наталья рассказала, что ни документов, а при остановке трудовых договоров никаких либо приказов департамента она не видела. Ни приказов, ни законов нет. Я знаю сама лично, я занималась в детском саду написанием колдоговора. Когда мы писали колдоговор, принимали его всем садом, там было четко прописано, что сотруднику простой, в независящих от него обстоятельствах, оплачивается по две трети. Место нахождения, где должен человек находиться в этот момент, в момент простоя, речь не шла вообще. Это образец приказа о приостановке трудового договора. В нем есть нюансы, которые стоят особого внимания. Договор якобы приостанавливают до момента, когда появится возможность выполнять работу или до отмены военного положения. Этот пункт выглядит логично, но все зарплатные начисления за время приостановки должна компенсировать страна-агрессор. Еще интересный момент. Трудовой договор приостанавливается с 1 мая. Но здесь видим ссылку на приказ Департамента образования Мариупольского городского совета от 16 июня. То есть договор приостановили до выхода приказа. Юристы допускают, что документ может быть шаблоном, и май указан как пример. От руководства, по их словам, нужно требовать приказ по каждому работнику. Если он датирован майем, его нужно обжаловать в суде. Но девушки, с которыми мы общались, рассказали, что индивидуальных приказов они не видели. Если, например, работодавец и работник, они не могут выполнять свои обязательства за трудовым договором, то, возможно, перезупинение. Если мы говорим про те же самые заклады для школьной области, то, в принципе, их работа может быть организована дистанционно. Это не проблема. И, в свою очередь, листи Министерства освіти и науки, они означают, что данные работники могут работать дистанционно. И руководителям нужно обеспечить работу данным работникам и выплачивать заработную плату, как это требует законодательства. Если же у предприятия действительно нет технических условий, чтобы обеспечивать работу, то, по словам юристов, может быть объявлен простой. Тогда выплачивается две трети тарифной ставки от оклада. Все индивидуально. Нужно в любом случае всем руководителям, с которым случается или случается определенная ситуация, поддерживать связь с его руководителем. В Мариупольском городском совете заверяют, вся заработная плата работникам образования после полномасштабного вторжения России продолжает начисляться. Заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин подчеркивает, что это касается как педагогов на свободной территории, так и оккупированной. Получить деньги может якобы каждый учитель, как только выйдет на подконтрольную Украине территорию. В то же время, почему зарплату не начисляют тем, кто эвакуировался, например, за границу, он не объясняет. Судя по комментариям под постом Кочурина, с невыплатами столкнулись десятки учителей и воспитателей. Нам предоставили письмо ответ на обращение одной из жительниц Мариуполя. В нем указано, что с работниками, которые остались на оккупированной территории или выехали за границу, трудовые договоры действительно приостановлены, но не указано с какой даты. Также отмечено, что свои долги каждый сможет взыскать с государства агрессора самостоятельно, потом, после победы. 13 июля пресс-служба Донецкой областной военной администрации сообщила, что в области подготовили предложение к Кабмину по выплате зарплаты педагогам, которые находятся на оккупированной территории. О процедуре выплат, выехавшем за пределы Украины, в сообщении не упоминается. Из комментариев к посту ясно, что зарплаты не получают не только жители Мариуполя. С проблемами столкнулись и в Краматорске. Мы отправили запросы Донецкой военной администрации, Департаментом образования, областному и городскому, но ни одно ведомство не ответило. В Мариупольском горсовете обещали дать разъяснение по поводу сложившейся ситуации, но так и не нашли времени. В Министерстве образования и науки подчеркивают, государство гарантирует выплату зарплаты всем, но это задача местных органов власти. Есть осветная субвенция с государственного бюджета Украины, местным бюджетом, которая распределяется министерством без посреднего территориального промаду, которые далее организовывают выплату этой заработной платы. С боку министерства эта субвенция перераховывается в своё частное и в полном обществе. В Донецкой области, по информации МОН, всё выплачивается вовремя, хотя в этом письме Департамент образования Мариупольского горсовета пишет, что поступления в бюджет уменьшились, поэтому якобы и есть проблемы с выплатами зарплат. За нашу информацию, то, что Департамент освіти и науки Донецкой областной військовой администрации зараз информировал, то для вчителей, которые находятся на территории, которая контролируется украинской власти, або выехали за кордон, не существует проблем с выплатой зарплаты. В Министерстве образования и науки советуют тем, кто столкнулся с долгами или проблемами с зарплатой, писать запросы непосредственно в МОН. В то же время выехавшие воспитатели из Мариуполя говорят, что уже обращались в горсовет и к образовательному омбудсмену, но результата пока нет.